девочки привет вяжем по схеме вместе присоединяйтесь для образца я буду использовать мягкий нежный полухлопок от газал крючок два с половиной миллиметров раппорт узора состоит всего из двух рядов набираем количество петель кратно четырем плюс одна для симметрии петли начального ряда вяжите свободнее для того чтобы край изделия не стягивала последнюю петлю можно закрепить маркером от нее мы продолжим вязание а сейчас провязываем 3 воздушные петли подъема это у нас первый столбик и теперь вот в эту же петлю где закреплен маркер провязываем еще три столбика с одним накидом маркер нам больше не нужен мы его убираем и теперь отсчитываем 3 петли и в четвертую провязываем соединительный столбик наш раппорт готов далее повторяем провязывая 3 воздушные петли и подъема и в эту же петлю провязываем 3 столбика с одним накидом четвертую петлю провязываем соединительный столбик и таким образом провязываем раппорт и до конца ряда у вас должно остаться 4 последние петли провязываем четвертую соединительный столбик и на этом ряд заканчивается далее переходим в следующий ряд провязываем 3 воздушные петли подъема провязываем еще три воздушные петли и соединительным столбиком цепляемся за третью петлю подъема крайнего столбика вот таким образом и далее повторяем провязываем 3 воздушные петли находим крайний столбик соединяем и так повторяем до конца ряда я провязала два ряда раппорт закончился и далее буду повторять 1 2 ряд кому нужен повтор я покажу еще раз небольшой фрагмент и встретимся с вами когда уже будет готов весь образец а и Продолжение следует... Продолжение следует... В конце ролика я вам покажу, как аккуратно поменять нить на контрастный цвет. Узор универсальный можно использовать для любого вязаного изделия. Как плечевые, так и аксессуары. Вязание для дома, пледы, чехлы, детские изделия и многое другое. А теперь я вам покажу, как я меняю нить на другой цвет. Для того, чтобы следующий ряд вам вязать другим цветом, нужно подготовиться уже в предыдущем. В конце ряда, не довязывая до конца последнюю петлю, я меняю нить. И вот таким образом у меня уже петля на крючке другого цвета, и я продолжаю вязать следующий ряд. Теперь я в лицевом ряду и начинаю вязать с первого ряда. Петля на крючке. На этом у меня все. С удовольствием читаю ваши комментарии. Присылайте свои схемы. Делитесь впечатлениями. Всем хорошего настроения. До новых вязаных встреч.